Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И пока у нас с вами намечается хорошая волатильность, идет Bybit-турнир и многие откупают потенциальное дно по биткоину и по другим монетам, предлагаю попробовать разобраться все же, где же это дно. Потому что, по моему мнению, оно очень-очень близко, если не уже произошло. Так что, если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, фаза капитуляции похожи происходят прямо сейчас, если еще не пройдено. Как пишет Форклог, первая половина этого года не самая удачная для биткоин инвесторов. Актив просел на 69% относительно своего максимума. И многие майнеры сейчас капитулируют, поскольку испытывают убытки. Легендарные Antminer S9 стали работать в убыток, а денежный поток от майнинга сократился на 80%. И сейчас майнеры продают большую часть добытого биткоина, оказывая еще дополнительное давление. Как правило, такая капитуляция майнеров, как мы с вами знаем, это признак дна рыночного цикла. Хочу с вами поговорить именно на графике о двух очень важных и последнее время что-то нами забытых индикаторах. Это индикатор PI Cycle Top, который абсолютно точно предсказал все вершины циклов, если вы помните. Вот здесь, когда он предсказал вершину, пускай она была и не максимальная вершина, 64, мы на 69 поднимались, но тем не менее она все-таки в долгую оказалась действительно вершиной. Вспомните, многие не верили. Многие тогда форсили эту тему, говорили про него, и я говорил, но многие не верили, что это вершина. И также он показал здесь промежуточную вершину цикла в 2013 году, но после нее все равно была коррекция на 70% по биткоину, поэтому можно считать ее тоже вершиной. Короче говоря, точно он показывал. И также написали чуваки еще индикатор PI Cycle Bottom, который показывает дно рыночного цикла. И смотрите, что интересно. PI Cycle Bottom у нас пока еще с вами не загорелся, но, как вы видите, этот индикатор состоит из двух мувингов, если быть точнее 471 и 150. И когда они пересекаются, в этот момент у нас с вами происходит дно цикла, которое абсолютно точно было показано вот здесь и вот здесь. И эти два мувинга еще пока не пересеклись. Смотрите, они сближаются, но вроде как сейчас начинают отдаляться. То есть, если дальнейшая капитуляция не продолжится, то и пересечения этих мувингов не будет. Но что примечательно насчет этого индикатора, ребята, я вам хочу сказать. Обратите свое внимание, что циклы у нас удлиняются. И этот индикатор первый раз показал дно раньше, чем вот эта вот свечка. То есть, он реально показал его вот здесь, как вы можете видеть, в начале этой недельной свечи. То есть, цена была еще примерно на уровне 295 долларов, но потом из-за краха биржи Маунт Гокс цену опустили на 150 долларов. То есть, мы увидели еще в моменте, после того, как он загорелся, снижение и коррекцию на почти на 50%. Тем не менее, после этого все равно, даже если вы купили здесь, это была хорошая точка, поскольку через год, меньше, чем через год, мы уже снова отросли, сделали двойное дно и пробили это сопротивление. Но, смотрите, второй раз индикатор уже показал дно более-менее тютелька в тютельку, более-менее ровно. А третий раз, смотрите, он его еще не показал, но что, если он его и не покажет? Потому что индикаторы-то пишутся по истории, а история может не повториться. У нас не было такого здесь взрывного пика, так же, как и может не быть слишком сильной капитуляции. И смотрите, что я понял. Эти мувинги можно немного переписать, можно их сгладить. Соответственно, пробуем подогнать краткосрочный мувинг, сделать его еще более краткосрочным. И смотрим, что происходит, чтобы эти линии все-таки пересеклись. Давайте поэкспериментируем и сделаем. 140 ничего не меняется, 130 тоже ничего не меняется, 120. Вот они уже практически сблизились. И сейчас мы посмотрим, какая будет отработка у этого измененного нам индикатора в прошлом, чтобы сравнить по циклам, что происходит. 118, близко, 117. И вуаля, 117. И посмотрите, прямо сейчас у нас загорается индикатор дно цикла. И теперь давайте проверять. Они практически никуда не передвинулись, на самом деле, эти метки. Но мы как бы чуть-чуть вперед хотим, чтобы этот индикатор нам чуть заранее сообщил о том, что это дно. И посмотрите, что происходит. Значит, здесь это дно практически не сместилось. Оно показалось даже ниже, возможно, вот на дне этой свечи, после отскока и вот сюда. То есть, грубо говоря, там же это дно показалось, где оно и было, ну, чуть более заранее. И здесь, во второй раз, это дно показалось, опять же, чуть раньше, но все равно в той же точке, в точке абсолютного дна. При этом мы помним с вами, что вот это второе дно показывает уже более точно. Соответственно, то есть, оно происходит уже в момент индикатора. Поэтому мы можем, исходя из этой модели, с вами понимать, что третье дно могло бы и не показать. То есть, оно могло произойти чуть раньше и мувинги бы не пересеклись. Поэтому вот мы их подогнали с вами и понимаем, что на самом деле вот мы сейчас имеем дело с одном. Рынка RSI у нас в рекордной перепроданности, которой он никогда еще не был ни на том, ни на предыдущем, ни на позапредыдущем дне, как вы можете видеть сами. И вот такая вот петрушка. А теперь внимание. Берем индикатор PI Cycle Top, вершину цикла, и тоже его немножечко подкручиваем и делаем более сглаженный краткосрочный мувинг. Ставим его 120 и смотрим. Вуаля, чуваки, исчезла вот эта вот вершина цикла. Вот эта вот сомнительная вершина цикла, которая, возможно, и не была вершиной. Посмотрите, мы делаем более сглаженные движения мувингов, исключая шум, и у нас остаются три вершины цикла. Но мы видим, что это еще не вершина была. Это был просто боковик, флет, который мы скоро пойдем обновлять и устремимся на новые хаи. Вот какую фишку я увидел на графиках, ребята. И, кстати, в подтверждение того, что я вам говорю, смотрите, возвращаем на 111 EMA и включаем месячный таймфрейм. И обратите внимание, на стандартных настройках PI Cycle Top, на месячном таймфрейме, может, это глюк, может, нет, но тут нет вершины. Поэтому я вам говорил, ребята, что это не похоже на вершину. Это похоже на промежуточную вершину, типа вот такой вот и на флет. Но тогда все были в эйфории, все тузымунили, говорили, да, да, окей, летим на луну, дашь стоил там 200 или сколько, 500. А сейчас никто не тузымунит, никто не в эйфории. Все говорят, все, биткоин тузы дно, все ждут новое, там, третье, пятое, двадцатьятое дно в подарок. Поэтому вот сейчас, на мой взгляд, конъюнктура как раз такая, что мы готовы к реальному тузымуну, дорогие мои подписчики. Но, естественно, хочу еще раз сказать, тысячу дисклеймеров. Это все я просто натягиваю сову на глобус и подстраиваю реальность под свои ожидания, под свои хотелки. Так что вы это тоже должны понимать. Вот, и в более консервативном раскладе, конечно же, нам нужно ждать, пока этот индикатор отсигналит на своих стандартных настройках. 475-140 покажет тоже здесь PI Cycle Bottom. Вот. Но, тем не менее, еще хочу напоследок напомнить вам, что у нас на недельках произошел Death Cross уже. То есть 20-й Moving пересек 100-й. Если вы посмотрите, где это было в истории, то вы обратите внимание, что это было четко там, как раз, где сигналил PI Cycle Bottom о том, что это дно. Вот, как вы можете видеть, Death Cross точно совпадает с PI Cycle Bottom. Поэтому я не удивлюсь, если он загорится сейчас буквально через неделю или две. И мы сделаем вот так вот, ребята, к новым хаям. Потому что никто не верит, еще раз говорю, все ждут кризис, ждут рецессии. А я считаю, что биткоин – это отличный ответ на мировой финансовый кризис, потому что биткоин появился как раз как ответ на прошлый ипотечный кризис. Вот такие у меня мысли. Напишите в комментариях, какие мысли у вас. Поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, если вам заходит такой контент. К нам в телегу подписаться. Ну и что, торгуем на Байбите. ПНЛ нашей команды уже 27,5%, ребята. Мы на четвертом месте по нашему региону. И на 56-м в общем и целом, среди всех вообще команд по всему миру. Это очень крутой результат, друзья. Вот, я только начал, короче, торговать, потому что я, как вы видите, вообще в самом конце. Ну вы, ребята, очень круто рубитесь, я все вижу. И я тоже сейчас вас буду догонять. Вон, у нас на первом месте трейдер 214%, на втором 77, 21. Короче, чуваки, вы абсолютные молодцы. Ссылка на команду в описании, но я думаю, что уже вступить на нее нельзя. Кто вступил, тот молодец. Вот, ни в коем случае не сливайтесь. Вон, я вижу, что у многих у ПНЛ уже минус 50, минус 80. Так тоже бывает. Остановитесь, выдохните, подождите. Не ловите тилт, не надо отыгрываться. Выдохните, подождите. И спокойненько, спокойненько. Сейчас x2, x4, x8, x16. И все сделайте. Вот. Но это я говорю только с теми, кто понимает, что такое марджин трейдинг. Берет на себя все риски. Вот. Собственно, для вас я проведу обязательно торговый стримчик. Очень-очень скоро. Может быть, даже сегодня ночью или завтра уже проведу. Покажу. Вот все сделки, которые вчера открывал. Уже большинство вышло в плюс. Накинулось еще на Dash немножечко. Аудио очень хорошо идет. В общем, я думаю, что все будет нормально. Как минимум, очень сильный технический отскок нас ждет. Поэтому, ребята, всем профитролей. Будьте осторожны. Торгуйте аккуратно. С холодной головой. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok